Первой точкой рабочей поездки Александра Рогачука по проверке готовности учебных заведений после реконструкции стала средняя школа номер 25, расположенная в микрорайоне Ковалева. За время каникул здесь не только привели в порядок дворовую территорию и учебные кабинеты. Самое главное, за счет средств городского бюджета в учебном заведении провели капитальный ремонт пищеблока и столовой. За два месяца освоено около 4 миллионов рублей. Раньше вместимость была на 135 человек, здесь теперь может съесть 160 человек. Дети начинают питаться первые классы с самого утра и каждую перемену у нас питается одна параллель. В день знаний учащихся примет обновленная уютная столовая. Строители полесья жилстроя привели в порядок потолок, стены, двери и полы. Здесь установили пластиковые окна и положили плитку. Новая мебель столового зала разделяет пищеблок и зону буфета с импровизированной барной стойкой. Преобразился и сам пищеблок. Его разделили на цеха и зоны, которые полностью соответствуют санитарным нормам. Мощное для посуды, помещение с холодильниками, комната для персонала. Все оборудование новое белорусского производства. То оборудование и пищеблок, которые здесь были, они, конечно, уже не соответствовали современным требованиям. И то, что нам сделали капитальный ремонт, это очень большой подарок для всей нашей школы. И поэтому от всего коллектива школы, от родителей, от наших учеников мы благодарим городские власти за внимание и заботу, которые к нам проявили. Усилиями предприятия Брест-Облсельстрой капитальную реконструкцию провели и в одном из старейших учебных заведений города. Над Бугом средней школе номер 20. Наша работа, профессиональная работа, которую мы делаем, а то, что приятно, конечно, деткам в школе сделать подарок, это приятно вдвойне. Мы трудились, световой день трудились для того, чтобы вовремя ввести данный объект в эксплуатацию. Средства это были бюджетные деньги, мы выиграли тендер на строительство данного объекта. И был сброс более 10% и на сегодняшний день все деньги освоены, это где-то на старые деньги 6 миллиардов 600, это 660 тысяч рублей. Новый пищеблок здесь реконструировали в рекордные сроки. За два месяца освоили почти 6 миллионов рублей. Строители возвели пристройку, которую оснастили новым оборудованием для мытья посуды, нарезки, разделки, чистки пищевых продуктов. Появились новые цеха для приготовления пищи и подсобные помещения для персонала. Здесь прошла реконструкция и строительство нового пищеблока, новой столовой, тепловой узел, электрощитовая. Была полностью реконструирована часть первого этажа. Поэтому школа обретает сегодня второе дыхание, молодеет. Омолодели и уютную столовую школы. Закуплена новая мебель белорусского производства. А за счет пристройки пищеблока на 100 посадочных мест увеличилась пропускная способность из самого зала. Реконструкция двадцатки – это только начало большой деятельности по улучшению условий обучения и питания для брестских школьников. Еще в перспективе Александр Степанович дал добро. Мы посмотрели, это будет реконструкция внутреннего двора, где по проекту будет новый спортивный городок. Вот эта перспектива, я надеюсь, ближайшая перспектива. Вот благодаря работе с нашим городским уксом мы разрабатываем проектно-смертную документацию. Я думаю, что в ближайшее время этот спортивный городок здесь будет осуществлен и сделан. Комфортные условия и соответствие санитарным нормам и правилам всегда на пользу как учащимся, так и педагогам. В планах городских властей пристальное внимание не только к пищеблокам. Это еще и кровли средних школ номер 6, 14. Это завершение строительства капитального ремонта стадиона средней школы номер 7. Это яслисад номер 36. Корпус новый, который был введен в эксплуатацию еще в июле текущего года. Это значительные расходы на текущие ремонты учреждений образования по подготовке учреждений к новому учебному году, которые финансировались тоже из городского бюджета. Кроме того, продолжится работа по созданию типового проекта реконструкции школьных пищеблоков. Такое поручение дано главой города Александром Рогачуком во время инспекции. 1 сентября все школы города над Бугом распахнут свои двери. Брест к началу учебного года готов. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.